МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я начинаю рассказывать кому-то об этом доме, меня первым делом спрашивают, зачем же в глуши построили этот дом? Да не в глуши, не было здесь никакой глуши. Глуша уже на нашем веку образовалась. Не было глуши. Когда заканчивается асфальт, а потом и разбитая, но все же проходимая для легковушек грунтовка, начинается то, что в России принято называть направлением. Это направление в глухой лес, куда с каждым годом тянет все больше людей. Городских, что называется, из столиц. Чем ближе к лесу, тем меньше местных жителей. В крайней деревеньке остался всего один. Это друг. Дим Димыч, последний житель. Пустыни. Пустыни, да. Когда-то заселенный до предела. Да, да. Это было, да. За деревней Дим Димыча сплошь суглинок. В дождь или мокрый снег направление превращается в густую непролазную жижу. Через нее или пешком, или на полном приводе. Залило-то что? Сейчас посмотрим. Посмотрим сейчас, что тут. Что там? Можно пешком пойти? Пешком, да. Можно, да, пешком. Сейчас, немножечко. Именитый архитектор, два успешных предпринимателя. В Москве таких еще называют средним классом, а все вместе группа энтузиастов. Объединяет их общая цель. И на пути к этой цели трудности преодолевают вместе, невзирая на регалии. Последний кусочек дороги. Даже полуразрушенная, уставшая от сырости и лесного плена, это чудо строение так поразило современных его первооткрывателей, что название возникло сходу. Терем. Первыми на него наткнулись столичные джиперы. Информации о находке поделились в интернете. И пошло-поехало. В давно заброшенную деревню Осташево потянулись путешественники, любители старины. Они поздние, они уже рубились по сырому. То есть, когда уже все стояло, они, значит, вырубали отдельные. По сухому. И там то же самое. В каком дом-то входило вообще? Через веранду, что ли? Неизвестно, не знаю. Два москвича, Андрей Павличенков и Василий Киреев, решили терем восстановить в первозданном виде. Всего свозили несколько людей, все ходили кругом, говорили, ой, как жалко, ой, какое несчастье, какой дом красивый. Ну, это точно, это все обречен, допустим, лес вообще кругом. Дороги нет? Дороги нет, никому не нужно. Даже не беритесь за это. Тем временем фотографии дома, выложенные в интернет, вызвали лавину восторженных отзывов. И неудивительно, терраса, балкон, бельведер, башня, во всем изящество и сказочная красота. А в декоре и резьбе, украсивших терем, использованы мотивы еще до Петровской Руси. Это и есть настоящее народное творчество, потому что этот терем был построен именно сообразуясь со вкусами и представлениями о целесообразности бывшего крестьянина, отходника. Это было особенно интересно, потому что там есть именно его дух. Это не дух столичных архитекторов, я имею в виду, не питерские архитекторы. Он сам все делал, он сам понимал, что он сделал правильно, что неправильно, менял как-то планировку. Знатоки без труда определили, дом выполнен в рапетовском стиле. На стыке 19-го и 20-го веков Иван Павлович Рапет был одним из самых модных и востребованных в Российской империи архитекторов. Время не пощадило творение рапета, ведь почти все они были выполнены из дерева. Когда первый раз мы сюда приехали, от беседки терема видно не было. Здесь было сплошняком все это заросшее, поэтому мы вот этот сорный лес отсюда убрали. Мы решили просто для начала снимем башенку, прорубим лес кругом, дадим дому хоть как-то чуть-чуть просохнуть и будем решать, что с ним дальше делать. В таком состоянии он, по крайней мере, может нам еще простоять. Московских энтузиастов поддержали волонтеры, студенты архитектурных вузов. Они приезжали сюда за сотни километров, убирали гнили, мусор, делали замеры. Не остались в стороне и местные жители. Меня больше всего тронуло именно процедуру снятия этой башенки, потому что ее снимали практически всем миром местные жители. Они там кто-то, жуткая жара была ночью, тракторами сделали дорогу, кто-то там местные чухомские автодорцы кран дали. Сюда человек 10, наверное, молодых ребят пришло с тропащиков. То есть, ну, такой порыв всем миром сняли эту башенку. То есть, просто стало понятно, что не зря все это затеяно. Столичные гости понимают, терем – дело затратное, а впереди расходов еще больше. Я рад за них, что они такое дело устанавливают. Это же старина, ее же надо все это сохранять. Ну, видите, как все относится к халатности, к этому делу. Все уехали и бросили. Окрестное население, а его по пальцам пересчитать можно, затею в целом одобрило. Но конечную цель представляет смутно. Местные жители отнеслись, ну, конечно же, с недоверием, поскольку, естественно, если москвичи им какие-то свои интересы преследуют, и поэтому всегда возникает какое-то, может быть, недоверие. Люди разные, потому что не местные. Ну, я думаю, что поверили. С москвичами всегда интересно работать, пообщаться, поговорить. За дело взялись профессиональные архитекторы. Их задача – составить проект реконструкции, сохранив самые мельчайшие детали постройки. Целый ряд ремесел, которые утрачены, которые для того, чтобы восстановить, надо их восстанавливать. Плотницкая, столярная, печная, жестянка, значит, кирпичная кладка, штукатурка, кузнечная работа. А есть, значит, покраски модерновские, то есть очень интересные. Потом нашли витражи. Прошло меньше ста лет, и мы утратили это все. Вот то, что сейчас мы видим в строительстве, понимаете, это же просто мрак. Мы закупаем сегодня заграничные технологии, материалы там, все, и делаем чистое дерьмо. Понимаете, ну, эти ребята, высочайшая культура, вот, видно. Сто лет назад. Да, сто лет назад, высочайшая культура, все утрачено. Если делать по современным технологиям, то тогда памятника не будет, то есть мы сделаем новый дом. На этот раз идут споры, как у хозяина была устроена парадная лестница. Лестница-то, она прямо отсюда начиналась, получается. Не знаю, ну, она где-то должна быть, причем, как бы, количество домов, куда она может влезть, очень ограничено, потому что она огромная же лестница. Они, по всей видимости, распилили эти самые... Ввезти могли в Москву и куда угодно. Может быть, кто-то знает, где она находится, и помогут найти. Лестница нам не нужна, вот, заявляемая, это самое, ее только померить и посмотреть конструкцию. Хотя бы фотография. Да, или... Забирать не будем. Забирать не будем, да. В общем-то, с этого боятся. Воссоздавая терем по крупицам, приходится исследовать округу. Вот эти рамы и двери случайно обнаружились у заброшенной избы, недалеко от Осташева. Говорят, деревенские просто растаскивали чудо-дом, оставшийся бесхозным, прибирая к рукам, что можно унести. Было это в колхозные времена. А вообще, как говорят энтузиасты, в Осташевском тереме, как в капле воды, отразилась история огромной страны. Эту загородную дачу построил местный уроженец, петербургский подрядчик Мартьян Сазонов, для своей второй жены. Когда видишь вот такие вот дома, сразу становится понятно, что Россия жива немножечко не так, как мы себе представляли. По-другому люди жили, со вкусом, с интересом. Остатки всего этого, они повсеместны, они не только здесь. Сам из крестьян Мартьян разбогател уже в зрелом возрасте. Строил дома на Неве. А вдовев, решил жениться на дочери Осташевского священника, Екатерине Добровольской. Ей в подарок и был построен терем. Здесь люди жили, там на фотографиях дамочки под зонтиком, под ручку, куда-то прогуливаются, там в Погоревово, куда мы поедем, там балы давали. То есть люди-то жили со вкусом, они по-настоящему здесь жили, здесь жизнь кипела. Революция, до которой Мартьян не дожил несколько лет, круто изменила судьбу и Екатерины, и терема, и страны. Молодая девочка вышла замуж за этого, умудренного опытом этого человека. Я понимаю, что девчонки ее там свернутся, говорю, о, там, как она вышла удачно, да, такой парень, такой мужчина, значит, там, ну, понятно, да. И в конце жизни она говорит, что я очень жалею о том, что вот со мной такое произошло, она окончает жизнь в доме престарелых. Имея такой роскошный дом, она ведь, понимаете, она же даже боялась к нему приблизиться, то есть заявить права на этот дом. То есть, ну, это же, ну, вот, ну, просто вот в голове не укладывается. Да, не укладывается. Потом же здесь там целый там, 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 и сельский совет был, еще что-то там было, там, и так далее, и так далее. Ну, и в 75-м году брошено было, все это брошено было, ушли, и с 75-го года это все разрушалось. Теперь терем – часть и нашей жизни, говорят энтузиасты. После того, как будет готов проект, дом планируют разобрать. В Кириллов, насколько я понимаю, его вывезут, заменят гнилые бревна, а потом установят на прежнем месте. Самое интересное, надо показать детям, как это все происходит на практике. Вкладываются деньги, вкладывается время, и люди работают руками. Мне кажется, это очень важно. У меня двое детей, и я думаю, что это будет важно для них впоследствии. Когда им захочется сделать что-то хорошее, они увидят, что это можно делать не только из кабинета, но и прилагая какие-то реальные усилия, получая результат. Архитекторы мечтают организовать здесь музей русской старины и рядом поставить гостевой домик. А там, может, и с дорогой вопрос решится. Мы должны как-то выжить. 140 миллионов не разъедятся по всему миру, ни в Китай, ни в Америку не уедут. Ну, уедет там 2, 3, 5 миллионов. Остальные должны же здесь жить, кормить своих детей, воспитывать, учить их. Самим как-то хочется по-человечески жить. А еще, говорят, столичные жители все меньше чувствуют себя здесь гостями. Наелись всей этой столичной жизни уже. Ведь раньше-то все в столицу стремились, может быть, из-за бытовых каких-то удобств, из-за возможности найти работу, обеспечить себя. Если ты себя уже обеспечил, а при современных технологиях столичное удобство создать себе можно в любом месте. Там, простите, туалет с горячей водой, там можно где угодно построить. Все остальное, вся остальная столичная жизнь, это скорее минус, чем плюс. Все больше и больше людей будет уезжать. Ну, кстати, может быть, из-за этого все-таки как-то деревни начнут потихонечку оживать. Потому что люди... Начнется какой-то противоток, деурбанизация. Урбанизация. Ну, это из-за области фантастики, может, да. Не вырастут вот такие теремии. Не вырастут такие теремии. Редактор субтитров А.Семкин